Историки считают, что разгром фашистских войск под Москвой перевернул ход войны и истории в целом. Миф о непобедимости Третьего рейха был разрушен. И именно в начале декабря 1941 года у советских людей укрепилась надежда и вера в победу. Отправной точкой контрнаступления стала Рязанская земля. Первым освободили Михайлов. На большой перемене. Мы съели завтрак, съели за парты. И вдруг начался гром. Вроде было солнышко, так хорошо было. Ноябрь месяц, почему я запомнился, потому что немец у нас был две недели только. На Площади Победы сегодня возложили гирлянды и цветы. Затем памятные мероприятия перенеслись в Рязанскую филармонию. Здесь открыли сразу несколько выставок. Так все желающие могут узнать о событиях того времени на экскурсии «Битва за Москву-75». Здесь рассказывают о событиях, произошедших, когда врага погнали с Рязанской земли. Наступление Красной Армии, в результате которого захватчиков отбросили от столицы, началось под Москвой. Героев битвы можно увидеть на второй выставке картин рязанских художников на тему Великой Отечественной войны. Главные гости в этот день памяти – ветераны-труженики тыла. Они участвовали в битве за оборону Москвы. Меня бросили с самолета, но днем, и прямо на деревню, в которой располагались немцы. Представляете себе? И вот нас из 25 человек, человек 13 осталось, кто полегче отнесло в лесок, мы остались живы. А 13 человек погибли прямо в нашли писсию. Мы прибыли туда, я был командир роты минометной. Значит, у меня были минометы. Позиции были подготовлены нам уже заранее. Москвичи вырвали. И я там, значит, помогал пехоте, передовым частям, вот, оборонять Солнечногорск, там, ну, Москву. От исхода этих событий во многом зависело, удастся ли отстоять столицу. В первый год Великой Отечественной войны именно в городах Рязанской области разворачивались отчаянные бои. Поэтому сегодня почетное звание «Город воинской доблести» в торжественной обстановке было присвоено сразу нескольким городам и поселкам. За мужество, стойкость и массовый героизм защитников, почетного статуса удостоились Ряжск, село Многорное и три скопинских села – Горлова, Кликотки и Богослова. Это и волнительно, и в то же время радостно. Мы долго к этому шли. Большое количество и погибших, и раненых. И практически на осадном положении город Ряжск находился до лета 1942 года. Осенью 1941 года Ряжск находился на осадном положении. 3000 горожан записались в ополчение и вместе с морпехами 84-й бригады освободили скопинные окрестности. По словам глав, всего из двух районов на фронт ушла 41 тысяча человек. 12 уроженцев нынешнего горловского поселения стали героями Советского Союза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова